Программа «Дети России. Образованные и здоровые» объединяет все школы и дошкольные учреждения Ленинска. В течение 10 лет ребята участвуют в конкурсах, спортивных и интеллектуальных мероприятиях. Сегодня можно подвести успешный итог программы «Дрост». Сегодня «Дрост» объединяет 10 школ и 15 детских садов. Но результат превосходит все ожидания. Сборная команда города стала пронзивом призёров из 15 команды. А на чередовом всероссийском фестивале в Анапе ребята заняли первое место среди 150 лучших детей России. Наши дети самые здоровые. Сегодняшним старшеклассникам города особенно повезло. Ведь 10 лет назад, когда программа «Дрост» только начинала свою работу, они ещё воспитывались в детских садах и росли вместе с ней. Не только улучшая своё здоровье, но и добиваясь больших спортивных достижений. Нас научили бегать, прыгать, преодолевать трудности, а также просто вести здоровую жизнь. Это стало первым шагом настоящего спорта. Сейчас мы занимаемся в Бакаритском игре. Выступаем на соревнованиях в различном уровне и занимаем призовые места. А городские власти создают все условия для занятий спортом. Так, сегодня стало на одну спортивную площадку больше. На площади торжеств по соседству с тренажёрами появилась площадка для подготовки к сдаче нормативов ГТО. Я уверен, что с помощью этой площадки и других спортивных объектов города Ленинск-Кузнецкого в 2020 году мы увидим Ленинск-Кузнечан в составе сборной России на Олимпийских играх. Если в прошлые годы в Ленинске-Кузнецком активно открывались крытые спортивные учреждения, то в этом году уличные. Всего за 2016-й в разных районах города появилось 5 спортивных площадок и велотрасса. Как можно больше устанавливать уличных площадок, чтобы был доступ для всего населения, независимо, как его у него физически, может он один раз подтянуться, он один раз подтянется, может 10, пожалуйста. Есть ребята, которые выступают, которые профессионалы уже. Мы тоже этому рады. Чем больше людей будет заниматься спортом, тем у нас будет крепче и лучший город. И на следующий год мы проводим День Шахтера в одном районе города, как раз лесной городок Лапшиновка. И будут установлены комплексы наподобие, даже, наверное, лучшие и на Лапшиновке, и в районе лесного городка. Рядом с турниками и снарядами, на которых можно сдать все обязательные упражнения комплекса «Готов к труду и обороне», расположился еще один новый спортивный объект. Площадка для занятий любительским видом спорта – воркаута. Целая команда непрофессиональных спортсменов Ленинска, несмотря на капризную погоду, здесь уже выполняют акробатические элементы. До этого я умел несколько элементов, но сильно я этим не увлекался. Но потом меня затянуло, ну и понравилось. Появляется больше людей, которых желают заниматься спортом. Ну, и для нас есть место, где можно позаниматься. Спортивный Ленинск-Кузнецкий теперь готов воспитать еще больше спортсменов. Ведь это не просто турники, брусья и шведские стенки. Это новые спортивные надежды, достижения и планы.